Конструктор. Ну, пушка-бомба. Мне нравится. Пацаны, вы все соберете, добьетесь новых успехов. Здесь классно переплетается наука и игра. Ну, взрослые меня поймут, я думаю. Но! Предлагаю быстренько все посмотреть. Таран-таран-тан. Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре нечто особенное. Я решил сегодня порадовать родителей и юных изобретателей и продемонстрировать вам новый электронный конструктор, который мне удалось найти. И пусть не полетят меня миллион самых вонючих носков, потому что все мы знаем, что лучший электронный конструктор в России, и это я знаю, это знаток. Та-да! Кто забыл, выглядит он так. Всем рекомендую. Штука классная, изобретена в России, и ничего лучше, чем российская, не существует. Но! Для того, чтобы оценить свое, иногда необходимо посмотреть по сторонам и попробовать что-то новенькое. Ну, взрослые меня поймут, я думаю. Сегодня мы с вами рассмотрим вот такой интересный конструктор. Конечно же, он является STEM. Все конструкторы на нашем канале будут связаны с STEM-технологиями. Это детский электронный конструктор STEM Energy от ProLike. Выглядит он следующим образом, и давайте посмотрим, что же находится внутри. Понятно, что аналог знатока я вам показывать не буду, а пока что напомню, что знаток-то у нас с 2001 года, и, конечно же, все электронщики хотят попробовать и посмотреть, а что еще есть на других образовательных рынках. И вашему вниманию представляется вот такой интересный набор. Самое важное у нас, как всегда, это инструкция. Давайте заглянем в нее и посмотрим, на каком она языке. Ну, далеко бегать не надо, раз коробка на русском, стало быть, инструкция будет на русском языке. Страничек много, картинки есть, кто не любит читать, разбирается по картинкам, кто любит читать, тоже разбирается по картинкам. Все интересно, даже есть какая-то вводная часть. Итак, что мы видим в этом конструкторе, и, собственно, что нам с вами можно здесь построить? Давайте разбираться вместе. Во-первых, 108 электронных схем. Это, если что, в книжке. Дальше. 30 элементов для сборки. Все это собрано из прочного АБС-пластика, как нас заверяет производитель. И, собственно, нам говорят, что, пацаны, вы все соберете, добьетесь новых успехов, дети станут самыми умными электронщиками в мире. И, кстати, шутка про электронщика. Вы знаете, чем отличается электронщик от электронного конструктора? Та-дам! Правильный ответ. Нет, электронный конструктор никогда не скажет вам, что проблема в проводке. И что ходить далеко, вокруг да около, то, что мы не любим делать. Предлагаю быстренько все посмотреть, покрутить в руках, собственно, и разобраться, как это все соединяется. У нас с вами есть вот эти компоненты, у нас есть с вами провода, и коммутация будет происходить с помощью вот таких готовых проводов. Если вы помните наборы от Хуны, которые мне очень не нравятся, но это только мое мнение, и мнение моей мамы, то там провода были тонкие, дети их рвали. Здесь все-таки сделано все попрочнее, но я думаю, что и эти провода можно порвать, поэтому относитесь к ним аккуратнее. Такие провода есть, элементы есть. Есть вот такой интересный пропеллер, смотрите, с силиконовыми лопастями. Дальше есть у нас вот такая канистрочка, которую мы можем заправлять. Вот такую вот штуку. Так, что это за штука, мы можем с вами узнать, если откроем инструкцию. Модуль распыления. Дальше у нас есть микрофонный модуль, выглядит он следующим образом. Бам-бам. Модуль RGB лампы, светодиодные. Можно по-русски было написать. Окей. Дальше переключатель с ручкой. Больше похож на резистор. Ну-ка, иди сюда. На, вот так он. Оп. Оп. Окей. Дальше вибрационный переключатель. Я читаю из книжки, если что, друзья. Но больше похож он на тач. Ну, то есть касаемо, все, он понимает, потому что тут ничего не щелкает. Ну, и, собственно, много разных переключателей, все вы их видите. Давайте уже что-нибудь строить, наконец. Итак, друзья, наша простейшая схема построена. Посмотрите, насколько это легко и просто. И вот с помощью трех элементов у нас уже появилась какая-то конструкция. Понятно, что здесь цель в этой электронике рассказать детям, из каких компонентов состоят те или иные сложные приборы. Строительство у нас модульное, поэтому сейчас мы с вами пробуем включить. Нажав на кнопку, точнее переключив он, и мы что-то с вами видим. Ультразвуковые ингаля... Ой, как тут классно. О, кайф вообще. Слушайте, это вообще здорово. Собственно, что у нас здесь с вами есть? У нас есть батарейный блок, он выглядит так, и для его работы необходимо три батарейки АА. Пальчиком показываю мизинец, но это чтобы вы были внимательными. Дальше модуль, который, собственно, у нас ультразвуковой. И переключатель. Переключатель может быть таким. И давайте сейчас проверим, что же такое за вибрационный переключатель. Собственно, воткнем. Я думаю, по мне кажется, что он должен тоже работать. Вот он что-то не работает. А, да, видите, надо его тыкать, и тогда он начинает распылять. Окей. Дальше у нас есть еще вот такая штука. Быстренько проверяем, что будет. Ведь мы всегда так делаем. Ничего не читаем, и сразу начинаем. Вау! А здесь мы можем, смотрите, регулировать. Итак, мне нравится больше. А как нравится вам? Быстренько пишем в комментариях. И тем временем вторая шутка. И шутка касается этого набора. Если ваш ребенок соберет все 108 схем из данного конструктора, то, возможно, он сможет починить телевизор. Ну, лучше этого не проверять. И лучше вообще этот конструктор дарить соседским детям. На время экспериментов. Но это не точно. Ну что, друзья, на первый взгляд, этот конструктор не только развлекает, а также будет очень полезен будущим электронщикам. Потому что он развивает мелкую моторику. Ну, а куда нам без нее? Вот эти проводочки попробуй-ка соединить. Развивает аналитическое мышление. Потому что нам тут важно, если что-то не работает, нам надо понять, в чем была ошибка. Ах, в полярности? Окей. Например, это будет выглядеть следующим образом. И, собственно, вы узнаете все про электронные компоненты. Полезно? Полезно. Предлагаю быстренько построить еще какую-нибудь интересную схему, чтобы вы поочию убедились, насколько это просто. Но в этот раз мы сделаем это все более удобно. Потому что вот эти вот истории мне совсем не нравятся. Для этого мы с вами используем лего панель. Опять же, куда без лего? Лего, но, между прочим, очень полезная штука. Выглядит она следующим образом. Все вы ее знаете. И, собственно, теперь на столе у меня ничего не будет бегать. Очень легко присоединяется одно к другому. Хоп. Разместили. Батарейный блок. Потому что что? Понятно, что без батарейки у нас работать вообще ничего не будет. Давайте попробуем. Изучаем функцию записи. Записи? Окей. Давайте изучим. Берем батарейный блок. Минус подсоединяем. И так далее. Вы просто наблюдаете. Внимание, внимание. Кто не подписался на телеграм-канал, есть вопрос. Внимание, внимание. Кто не подписался на телеграм-канал, есть вопрос. У вас есть возможность это сделать. Есть возможность это сделать. Таран-таран-тан. Таран-таран-тан. Итак, друзья, что касаемо данной схемы, вы видите, насколько это интересно. Вот я знаю, что кто-то это увидел, уже захотел построить такую же штуку. И благодаря этой схеме мы с вами знаем, как работают те самые игрушки, которые мы все любим. И одно время они просто пользовались огромной популярностью. Это игрушки по типу Бена. Жми лайк, если помнишь такого или с ним играл. Бен крутой. Ну, друзья, так удивил конструктор. Собственно, отдавая свои денежки за этот набор, я не рассчитывал на такие интересные функции. Честно вам скажу. В сравнении с другими решениями, этот стоит вот прям золотая середина. Отдал, позанимался. Напоминаю, 108 схем. Окей. Что касается приобретения данного набора. У всех есть Яндекс. У кого нет Яндекса, есть Google. Набили. Название мы вам оставили. Нашли, приобрели. В комментариях писать не стоит, потому что нам никто за эти рекламные истории не платит. А все, что есть в нашем магазине, мы и так говорим, что можете иногда приобретать в нашем магазине. Поэтому надеюсь на ваше понимание. А дальше у нас заключение. Друзья, набор действительно интересен. Если вы видите, что в вашем ребенке вырос интерес к электронике, он что-то разбирает постоянно, то имеет смысл, конечно же, приобрести это в конце концов более экономичное решение, нежели постоянно за ним все закручивать. Вы потеряете винтики и свое время. Дальше. Здесь классно переплетается наука и игра. Соответственно, в игровой форме информация усваивается лучше. Если есть папа, который на какие-то моменты ответит, но благодаря этой книжке тут и папа не нужен, подойдет мама, а то сейчас с фиксизмом тут попахивает что-то стало. Что греха таить? В России не только папы разбираются в электронике. Поэтому тут, благодаря этой инструкции, любой взрослый человек сможет ответить на вопрос. Потому что не все детки у нас хорошо читают и увидят столько информации, я боюсь, как раз таки они не растеряются. А без этой книжки пособирают что-нибудь свое. Итак, друзья, пишем обязательно в комментарии те, кто считает, что знаток это самый лучший конструктор. Написали. Дальше. Вторая у нас коалиция. Тех, что любят что-нибудь новенькое и постоянно ищут, что подарить ребенку или папе, который будет наконец-то заниматься с ребенком, потому что просто рисовать его уже не устраивает. Хочется что-то интересного. Вот это классное решение. А мне обязательно пишем, а лучше ставим лайк. Как благодарность я буду понимать, что и обычные родители нас тоже смотрят, а не только педагоги. С вами был Александр. Канал «Есть вопрос». Пишем, ставим. Пока!